Свыше тысячи обращений по семейно-бытовому насилию поступило в управление полиции Уральска за последние пять месяцев. Хотя с 1 июля текущего года ужесточено наказание в отношении семейных дебошеров, количество правонарушений и преступлений в этой сфере не снижается. В текущем году в законе по линии семейно-бытовых отношений были внесены изменения. Если раньше меры предпринимались лишь после заявления потерпевших, то теперь для действия правоохранителей достаточно обращения жертвой или даже свидетелей преступления или правонарушений. С внесением изменений наблюдается рост обращений и увеличение административных материалов в сфере семейно-бытовых отношений. Только за последние пять месяцев зарегистрировано свыше тысячи обращений. Изменились и меры в отношении составления защитного предписания пострадавшим. Защитное предписание у нас выставляется сразу на месте. Например, составляется протокол, заявление, либо без заявления на основании сообщения соседей, либо других участников процесса мы сразу выставляем защитное предписание. В случае нарушения? В случае нарушения защитного предписания мы составляем протокол по статье 461. Это нарушение защитного предписания и направляем в суд. Также ужесточены санкции наказания. Если раньше при выставлении защитного предписания преступника арестовывали на 10-15 суток, то сейчас арест продлен до 25 суток. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не молчать о фактах бытовых нарушений. Вовремя обратившимся женщинам удалось избежать тяжелых негативных последствий, бытовых неурядиц и даже восстановить семейные взаимоотношения. Даже спустя время инспекторы поддерживают связь с ранее обратившимися. Везде сейчас социальные сети есть у нас, например. Потом к нам обращается. Раньше наша служба не была, например, по защите женщин от насилия. В данный момент мы два сотрудника работаем. Стоит отметить, что под термин «бытовое насилие» попадают не только преступления в отношении женщин, но и любые правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Хочу обратиться на население города Уральска. Например, заметили какой-либо факт в этой сфере. Сразу сообщить в полицию, звонить на 102. Это как бы сохранить нашу семейную безопасность и вовремя пересекать эти действия. Это как бы помощь тоже обществу совместно с нами, сотрудник полиции. При этом сотрудники напоминают, что за ложное сообщение в полицию грозит административное наказание в виде штрафа.